Один фильм это от 10 до 20 частей. В каждой коробке 12 минут фильма. Десяток бобин умещает только один фильм, а в красноярском кинографе их 10 тысяч. И эта коллекция станет частью музея кино. Теперь представьте, как ее создавали. Сотрудники Енисей кино выкупали купе поезда Москва-Красноярск и забивали пленки под самый потолок. Так в город привезли копию фильма «Легенда о Нараяме». С нее в 80-х годах в Красноярске началась эра ночных нон-стопов. Сеансы шли и в 6 утра, и в 2 ночи, и в 3 ночи. Причем ажиотаж был такой, что приходилось работать одной копией на два кинотеатра. Когда проходили первые две копии, на такси они везли фильм в кинотеатр «Родина». Потом они показывались в «Родину» и уже из «Родины» возвращались в «Луч». И вот так две машины курсировали всю ночь и возили этот фильм. В год кино в Красноярске принято решение открыть свой музей кино. И будет он размещаться здесь, в Красноярском кинографе, где экспонаты – это уже предмет работы или интерьера. Под каждый фильм рисовалась своя афиша. В каждом кинотеатре был художник, здесь даже видно, вот карандашиком это черчено, все вручную нарисовано. Рисовалось гуашью. После окончания фильма это все смывалось. Как сохранилась эта афиша, в общем-то, непонятно. В будущем музее кино уже появилась линейка кинопроекторов. Это 1918 года, постреволюционный, а с этого до 2011 показывали фильмы в эпицентре. А их советские прообразы из сельских клубов были удостоены знака качества в виде почетного пятиугольника. В советское время этот зал предназначался для предпремьерного просмотра. Сюда приходили директора кинотеатров и директора сетей, чтобы отсмотреть фильм перед тем, как запустить его в широкий прокат по Красноярскому краю. Теперь это единственное место в городе, где можно посмотреть кино с пленки. И скоро такие сеансы будут доступны для всех красноярцев. Учитывая, что в Красноярске больше не работает с пленкой, теперь посмотреть, как заряжает аппарат, можно только здесь. Киномеханик Марат Михайлович тоже своего рода человек-экспонат. Он не только объяснит тонкости процесса, но и расскажет массу истории о профессии. У нас же даже были такие специальные удлиненные киносеансы, когда мы должны были за дополнительные 10 копеек показывать 4 части хроники. То есть 40 минут хроники перед началом художественного фильма. Что за хроника? А хроника была разная, значит она была посвящена решениям партии правительства. Красноярцев тоже призывает пополнить коллекцию выставки музея кино, которые должны оформить и открыть до конца февраля. Велимов Шуч, Николай Чистяков, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова